Всем привет, мои хорошие! С вами Есилия Насвэй, и сегодня у нас 31 декабря, а значит завтра наступит новый год 2021. 2020 уходи! Я всех приветствую, у меня наконец-таки хорошее настроение. Кто спрашивал, интересовался, последний влог у меня было немного припущено, не немного, а конкретно припущено настроение. Думал, новый год просто будет в ауте, но, как я вам и говорила, американские горки качели. И я почитала комментарии, да, много всяких разных комментариев, там типа кто-то бросил, не бросил, тра-та-та, сразу могу сказать, что так сильно меня может расстроить только здоровье близких людей. Поэтому с этим связаны мои качели, и на сегодняшний день пусть все будет хорошо, вот, не хочу вдаваться в подробности. И сегодня настроение здесь и сейчас хорошо, у всех все хорошо, все счастливы, более-менее. И я тоже рада, и рада, что могу встретить Новый год, вот, самый непосредственный Новый год, потому что, знаете, как его встретишь, так его и проведешь. Я очень переживала, что я встречу его в таком состоянии, и весь год меня такое ужасно ждет. Но настроение изменилось, ситуация чутка изменилась в лучшую сторону, и это хорошо. Пусть так, пусть будет максимально хорошо. Я боюсь вообще что-либо говорить, как видите, слежу за своими словами. Так, я сегодня принакрасилась, такая красные губы, сто лет не делала, не знаю, скажите, идет мне, нет. Тысячу тут вот сейчас полчаса или час, наверное, настраивали вот это вот все фон, все дела. Я надеюсь, что все нормально. Хочу уюта вам, праздничного настроения подарить, в конце концов, я не похожа на ту, которая делится печалями. Итак, сегодня у нас видео, это видео-традиция, да, есть ли у вас какие-то традиции, да, у меня есть. Это видео, которое я снимаю для вас, для себя. Сегодня мы будем подводить с вами итоги 2020 года и строить планы на 2021. Я, конечно, все уже тут записала, вот такую бумажечку, вот, и сейчас мы будем с вами подводить. И, в принципе, меня радует, ну, я когда начала смотреть свое видео с прошлого года, я такая, ну и напланировала я тут. У меня, конечно, все кардинально поменялось, сейчас я с вами буду всем этим делом делиться. Напишите, кстати, в комментариях, кто тоже любит так делать, кто любит планировать что-то на год, прятать записочку куда-то, а потом в конце года смотреть. Я, на самом деле, так бы и делала, но у меня есть влог, блог, у меня есть свой канал, где я могу делать все это в видеоформате, поэтому еще и делиться с вами. Итак, подводим итоги. Что я хотела сделать в этом году? Я хотела закончить ремонт. И, аллилуйя, удивительно, но под конец года я его реально закончила. Тот ремонт, который, в принципе, я хотела. У меня были планы, там, думаю, дизайнерский, может, ремонт, но было, так знаете, в планах не очень конкретно дизайнерский. Ну, типа, я там посмотрела дизайн где-то и повторила, да. Нет, у меня все достаточно просто, лаконично, все можно в любой момент переделать, потому что у меня нет никаких ярких красок, чего-то аляпистого, да. Все можно изменить, можно добавить, убрать. И вот цель вот этой квартиры моей именно такая, потому что я внутри переменчивая, и все должно быть как холст, на котором захотел, нарисовал, захотел, стер, короче, вот так. И у меня сейчас вот квартира, она такая вот, прям, знаете, вот белая, ничем не омраченная, ничего не мешает. Что хочу, то и делаю. Короче, я в ней кайфую, реально это мое, и по ремонту у меня было обязательно закончить кухню, и кухню своей мечты сделать, и даже кухня, я даже не представляла, что она будет у меня такая, какая она есть. Потому что это все мои ожидания, как бы, как-то превознеслись, да, то есть она лучше, чем я ожидала. Я такой даже не фантазировала, да. Спасибо моим соседям, которые подкинули мне идею, и людей, которые это все сделали мне, воплотили. Дальше, оказывается, я мечтала о большом телевизоре, да, и о диване, и вот конец года, диван, он в этом году пришел, понимаете? То есть эта мечта тоже сбылась у меня, прям так я и говорила, хочу большой телевизор и диван, а я забыла, что я желала большой телевизор. Как вообще, вот так вот оно оказывается, и я это желала. Так, что осталось? А, так ладно, это у нас уже в планах. Короче, с ремонтом я все закончила. Детскую я хотела сделать, да, я ее тоже сделала. Мы, к сожалению, переносим видео на Новый год, я сделала, но она готовая детская, вы ее видели уже. Просто я в ней делаю перестановку, там клею наклейки, еще хочу снять отдельное видео с перестановкой, как еще может быть в этой детской. Дальше, кухня, да, стойка, все, короче, в квартире, все-все-все, как я хотела, как я мечтала, в принципе, мне нравится. У меня теперь другие мечты, я хочу дом, но это точно будет не в следующем году, поэтому я даже его не планирую в следующий год. О планах мы поговорим чуть позже. Итак, телек большой, диван, детская, гардеробная, все есть по квартире. Досрочное погашение кредита. Я начала делать досрочное погашение с самого первого погашения, то есть я каждый раз какую-то сумму платила сверху, так что у меня есть досрочное погашение, а значит этот план тоже сбылся. Дальше, открытие третьего канала. Да, я уже какой год, блин, планирую открыть третий канал на английском языке? Нет, я его открыла, я его сделала, но там нет ни одного видео, то есть уже есть название, есть этот канал, ждет, ждет. Но, ладно, о планах будет еще смешнее, потому что я два собираюсь открыть, ладно, это попозже. Не срослось открытие третьего, нет, я его открыла, открыла, но нет ни одного видео. Галочку ставим, надо более четко свои эти планы делать, да? Бизнес, у нас был бизнес пленки, мы его продали. У меня были планы на этот бизнес, что он будет стабильно приносить доход, но ничего страшного, у нас появился другой бизнес, который тоже стабильно приносит доход, и это тоже хорошо. А здесь я не буду вдаваться в подробности, все гуд. Дэнни в сад и на развивашке. Но с нашей пандемией 2020 всех нас обломал вот с такими планами. Я уже в марте Дэнни забрала с садика, и, по-моему, с марта, да, ты не помнишь точно? Где-то с марта он у меня в сад не ходит, потому что, да, то обостряется, то вроде можно, то нельзя, и я думаю, блин, да пусть это закончится в конце концов, все, да. Ходили мы на какие-то развивашки, что-то я там узнавала интересное, да. Но в итоге у меня сейчас есть кое-какие планы на 2021 год, да, и садик уже наш открывается скоро, да, уже сказали справки собирать. Но, в общем, есть свои нюансы. Насчет Дэни я ничего планировать не буду, я знаю точно, что все будет хорошо, вот. Так, что у нас еще? Свекровь в гости я хотела пригласить, но не получилось. Почему? Потому что диван вот только привезли, да, и ремонт только-только, вот как бы он только-только закончился под конец года. Все равно еще остался балкон даже. Но я надеюсь, что обязательно в следующем году, я ее всегда держу в голове, мы общаемся, мы на связи, и я хочу обязательно, чтобы она приехала в гости. Вот, поэтому это в планах. Я хотела ребеночка, планировала ребеночка. По поводу ребеночка ситуация у меня изменилась, да, я не забеременела. Я планировала в этом году забеременеть. Да, и у меня были качели, то я прям хочу очень-очень, то я думаю, подождать надо, то я хочу очень-очень, то я хочу подождать. И, честно говоря, в голове у меня с каждым годом, с каждым месяцем, да, все очень меняется. И на сегодняшний день я вам могу сказать, что я не готова ко второму ребенку. Не готова. Вот так, чтобы взять его и запланировать, и все, давай, вот, я не готова, потому что тяжело, я зашиваюсь. Вот, и я думаю, что этот момент можно отложить. И, в принципе, я могу смириться с тем, что, возможно, у меня будет один ребенок. Вот, ну, если условия сложатся так, что, то есть, я не принимаю каких-то кардинальных мер, чтобы детей не было, да, но и не планирую, чтобы конкретно делать детей, да. Вместе мы не планируем, да, мы одно целое, мы, как бы, все делаем вместе, вот. И, как бы, как сложится, так сложится, но конкретных вот таких решающих шагов, не туда, не туда, мы не делаем. Мы, как бы, это все вот на пространство, вот, как оно решит, так и будет. Но пока что на сегодняшний день я чувствую, что я не готова. Может быть, поэтому я и не забеременела вот в этом году, да. Хотя, опять же, говорю, ничего не делали ни в ту сторону, ни в другую сторону, то есть. Как решить пространство, пусть так и будет. Я приму любое, и буду рада, если я забеременею, естественно, куда уж тут деваться, вот. Ну, вы поняли, да, мое настроение, мое настроение. Девочки, ну, ребеночка у меня в этом году не смогла, да, человеческого сделать. Зато, смотрите, какая у меня доча появилась. А я дочу как раз-таки хотела. Она, правда, тут вот брыкается, не хочет, черту не хочет. Моя девочка. Может быть, поэтому мои... Короче, милка, да, у меня... Может, поэтому мои планы поменялись, потому что я вам скажу, что ориентальная кошка – это тот еще ребенок. И я чувствую, что у меня полноценных два ребенка. Они вместе балуются, вместе, я не знаю, ну, дети. Они требуют внимания, уход нужен за обоими. Ну, как-то я чувствую, что как будто двое, когда особенно они начинают, знаете, вот дурачиться, что-то играться, драться, вот так переворачивать всю квартиру. Я говорю, так, а ну-ка быстро по углам там обижать друг друга еще там могут, да, там, ругаться друг на друга. И милка себя в обиду не дает. И а ну-ка быстро по углам разошлись. Я чувствую, что у меня два полноценных ребенка. Вот реально, милая – это прям ребенок. Поэтому, наверное, речь идет о третьем, наверное, ребенке, да. Вот к третьему я, наверное, не готова. Так, ну и школа блогеров. Тринадцатая у меня здесь, хотя там была эта десятая. Школа блогеров. Школа блогеров открыта. Уже были первые ученицы. Слова благодарности, конечно же, я получила. Школа блогеров открыта. Ее можно проходить. В этой школе я рассказываю весь свой опыт от А до Я. Да, как снимать, на что снимать, что снимать, как себя вести, как выглядеть, пиар-канала. В общем, все-все-все. Весь мой опыт для того, чтобы стать блогером. Если хотите, то можете писать мне в Инстаграм, на почту, куда угодно. И, в принципе, периодически действуют скидки. Люди добавляются, проходят, радуются. Информации очень много. Школа классная получилась. Надо заняться ее пиаром и раскруткой. Пока что я о ней говорю только своей аудитории, своим подписчикам. Ну и, тем не менее, всегда есть желающие, которые хотят пройти школу, получить новые знания. Поэтому, если вы хотите в этой сфере развиться, то, думаю, моя школа будет вам просто как никогда кстати. И я не думаю, что в какой-то другой школе вам расскажут больше, чем я в своей. Вот такой самопиар. Итак, давайте теперь построим планы. В целом, я довольна 2020 годом. Даже несмотря на эту пандемию, которая случилась. В целом, я смотрю так позитивно и как бы все хорошо. Я в целом довольна. Итак, планы на 2021. В этот раз я решила делать планов немного. Потому что, я так смотрю, они не сбываются некоторые. Не то, что не сбываются. Неправильно как-то, может быть, планирую или еще что-то. Ну, в общем, не хочу много сусолить, мусолить. В общем, что касается квартиры, в следующем году я хочу сделать балкон. Балкон у меня определенный в голове есть. Так как у меня не панорамные окна, я хочу немного половину сделать как бы в панорамных. Не окна сделать, да, а сделать дизайн так, что как будто у меня панорамные окна. В общем, это интересная идея. Я уже разговаривала по поводу нее. Я думала даже в этом году сделать. Но так как записи у мастеров большие. В общем, перенесем на следующий год. И плюс будет лучше, плюс тепло. И плюс будет тепло. И пусть. И пусть, а не плюс, господи. И пусть будет тепло на улице, когда будут работать на балконе. Значит, по квартире балкон. Все остальное меня устраивает. Там стол, вот эти стулья, диванчики, креслицы. Это все мелочи. Я считаю, это уже не ремонт. Где-то что-то подкрасить, подмазать. Это не ремонт. Поэтому все основное закончили. Балкон, вот он еще у нас в хаусе. Дальше машина. Конечно же, машина. В этом году условия сложились так, что машина не получается. Но я не расстраиваюсь, честно говоря. Потому что меня устраивает мамина машина. Ну как устраивает? Терпимо. Я ее там подделала. Чуть-чуть маме верну уже красотку. Такой она на фарш. Там уже все будет. Вот. Да, я не расстроилась, потому что доверяю пространству. Что не делается, то к лучшему. Как бы машина это вообще не печаль. Как бы колеса есть и хорошо. Но в следующем году уж целый год нам на то, чтобы заиметь новую машину. Так что машина в следующем году какая-нибудь хорошая, которую я хочу все-таки. Давайте так пожелаю. Я хочу, чтобы у меня была одна из машин моей мечты. Вообще хочу белую. Хочу марку. Хочу марку. BMW. Lexus. Mercedes. Давайте планировать, если будем конкретненько планировать. Audi. Можно еще. Audi, BMW, Lexus, Mercedes. Infinity. Можно, но с натяжкой. Сразу говорю для планов пространства. С натяжкой Infinity. Она была у меня уже. Не хочу Infinity второй раз. Я еще на Бэшке не ездила. На Lexus не ездила. И вот, которые я перечислила. Я не ездила на этих тачках. Можно Renderover. Тоже мне нравится. Porsche Cayenne тоже мне нравится. Может, типа Toyota Prado. Это уже на втором месте. Но главное, белая машина. Белая машина – это машина моей мечты. Хочу белую машину. Ее не было уже. Я вообще такой человек переменчиваю. И сегодня есть такая машина. Потом другая. Я вообще, честно говоря, не люблю сильно менять. И я люблю перемены. Короче, ну в этот раз мне хочется белую машину. Посмотрим, какая сложится. Может, конечно, будет какой-то цвет, который я скажу. Боже, какая белая. Не нужна мне белая. Вот эту хочу, да? Ну, пока я хочу белую. Так. Четвертая. А, нет. Третья поездка за границу. Обязательно хочу в следующем году все-таки куда-то выбраться. Честно говоря, мне кажется, я прям знаю, какая заграница может светить мне в следующем году. Ну, в общем, посмотрим. Вот. План секретик. План секретик – это тот план, о котором я не могу сейчас говорить, рассказывать. Но я хочу, я хочу, чтобы в следующем году этот план состоялся. Все условия сложились. Как бы я держу этот план в голове, просто я вам о нем не говорю, потому что он секретик. Он сейчас план секретик. Но когда случится, вы об этом все, конечно же, узнаете. Именно в тот момент, когда случится. Сейчас не могу говорить. Потому что он план секретик. Он такой подвешенный очень сильно. Так что я планирую план секретик. Так, Дэнни в сад или на развивашке. Да, у меня есть в планах там одна идейка. По поводу садика посмотрим. Я еще в подвешенном состоянии. Что я хочу все-таки? Садик или отдельные какие-то развивашки? Ничего конкретно не планирую, но точно он будет куда-то ходить. Не переживайте за это, кто переживает. Так, открытие двух каналов. Да, канал, где я пою. И английский канал, который я планирую уже 10 лет подряд. Ну и немного я планирую в этом году. Курсы. Курсы английского и вокала. Это вообще обязательные курсы, на которые я должна ходить. Потому что я люблю петь. Я должна петь все лучше и лучше. И английский я должна знать все лучше и лучше. У меня же английский канал должен быть, да? Вот. В принципе, и все. Вот такие вот планы у меня на 2021. Если хотите, то можете под этим видео написать каких-то свои три основных желания, плана на следующий год. А в следующем году, когда мы будем снимать вот эти итоги, вы сможете вернуться под видео, прочитать свой комментарий и посмотреть. Вот как бы оставить свою печать, да? В комментариях можете так, своими какими-то планами. В общем, все. Я сделала план на следующий год. И что теперь? 31 число. Что я хочу пожелать вам, мои дорогие? Совсем скоро, уже через несколько часов, настанет Новый год и будет 2021 год. Я надеюсь, что этот год принесет нам кучу всего позитивного и просто нам всем воздастся за 2020. Потому что я знаю, я не хочу говорить о плохом, но просто сплошь и рядом было потеряно очень много близких людей нам. Очень много чего произошло. Кто-то потерял работу. Ну, я считаю, работа это ерунда. Очень многие потеряли близких людей. Это вообще страшно. Это ужасно. Поэтому я хочу, чтобы всем, у кого что-то случилось в 2020 году, 2021, все перекрыл. 2021 год. Делай, что хочешь, но чтобы люди были счастливые. Вот. И еще я хочу пожелать, чтобы всем, знаете, вот у кого хорошо все позитивно в жизни складывается, эти люди сами по себе добрые, хорошие, они творят позитив, они излучают какой-то свет, да? Я столкнулась в последнее время с людьми, которые вершат, может быть, какую-то несправедливость, да? Дают какую-то агрессию в мир. Я с этим сталкиваюсь. И я понимаю, что... Что я могу сделать? По большому счету сильно ничего, да? Я не могу поменять мир. Но я могу сделать пожелание. И хочу попросить вас сделать пожелание. Давайте пожелаем всем людям, которые испытывают какую-то агрессию, негатив, какие-то недобрые взгляды, вот эту вот агрессию бросают, да, в людей, ругаются где-то, делают что-то плохое. Давайте пожелаем им счастья, пожалуйста. Потому что все это они делают от того, что им плохо, у них что-то не получается, что-то они теряют, чего-то им не дается. Давайте пожелаем им счастья. Если у этих людей будет счастье и будет все хорошо, я уверена, что эти люди никогда в жизни не причиняют никому вреда. Ой, простите. Я правда хочу, чтобы вот всех, у кого плохо, кто не может, может быть, совладать со своими эмоциями, делает какие-то гадости, эмоционалит, причиняет вред своим близким и вообще каким-то незнакомым людям. Ну, просто от того, что им плохо, блин, внутри. Они злятся, у них не получается, они хотят, чтобы и у других было плохо. Давайте им всем пожелаем. У нас нормально, у нас достаточно сил и всего, чтобы не делать. Даже если мы там, может быть, злимся, да, понятно, что у всех есть эмоциональные какие-то недуги, но у нас хватает сил для того, чтобы это не пускать и не вредить кому-то другому, да, нашим близким, близким, неблизким, я не знаю, стараться держать себя в руках. У кого это получается, молодцы. И у кого не получается, давайте просто пожелаем им всем сил и всего самого хорошего, самого доброго, реально, чтобы у них все было светло внутри и они творили больше добра и, знаете, какая-то справедливость была. Вот. Вот что я хочу пожелать. Ну что, все. Встречаем 21-е. Сегодня я хочу включить эфир в 23.30. Присоединяйтесь. Я надеюсь, ничего больше не омрачить вот в этом году. Я войду с хорошим настроением в 21-м. И если все так, то в 23.30 я приглашаю вас в прямой эфир на канале. Мы встретим с вами вместе. Новый год, куранты, поболтаем там и так далее. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Всего вам светлого и доброго. Тогда все будет хорошо и замечательно. Пусть ваши планы в 21-м реализуются. Пусть всем воздастся за страдания и горе. Пусть качели, вот эти американские горки, в 21-м поднимутся на самую высокую высоту, на которой еще не были. Относительно каждого из вас. Все, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Любви вам всем, здоровья, здоровья. Самое главное, я что, забыла об этом сказать? Здоровье, боже мой. Здоровье. Все завернуто на здоровье. Пусть все будут здоровы. И тогда у нас все будет. Вы и ваши близкие. Я вас люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok